Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник по вашим многочисленным просьбам, политический, экономический эксперт, аналитик. Олег Соскин вместе с нами, Олег Игоревич, здравствуйте. Приветствую вас. Олег Игоревич, множество актуальных тем попробуем обсудить в рамках нашего сегодняшнего эфира, нашей встречи. Есть что проанализировать, основные тренды, ключевые события. Российская Федерация возобновила массированные обстрелы украинской территории. Впервые за полгода били также по объектам энергетики. В фокусе внимания, естественно, Генеральная Ассамблея ООН, прозвучавшее заявление. Кстати, Зеленский встретился впервые с президентом Бразилии, Лулайда Силовой, а Путин собирается в октябре лететь в Пекин. Ваш политологический анализ происходящего, прошу. Давай вот говорить то, что ближе всем гражданам Украины, то, что их непосредственно не просто касается, а вторгается в их жизни. Причем на таком тяжелейшем уровне вопрос жизни и смерти стоит вот так. Это то, с чего ты начал, это удары по Украине, по энергетическим объектам, уже просто по десяткам населенных пунктов и, главное, что по большим городам. Эти удары, смотри, сентябрь, они каждый день усиливаются, усиливаются каждый день. И в самом деле вот эта последняя ночь оказалась тяжелейшей, сентябрьская, когда нанесены были удары десятками ракет и этими шахидами и так далее. 43 ракеты выпустили. Это, во-первых, смотри, какой первый вывод. Помнишь, когда война начиналась, потом начали удачно сбивать, уже когда отбили Киев, отбили Харьков и так далее. И власть тогда, и тот же Лизняков, бывший министр, и все другие, трубили, что у них заканчиваются у московитов ракеты, и эти беспилотники, и все остальное. О да, я хорошо помню эти разговоры. Да, было дело. Тоже, наверное, помнишь, да? Что это глупость, что дурень думкой богатеет, что ничего этого не случится, наоборот, они сумеют это нарастить. Так и случилось. Теперь идут удары. Смотри, уже сегодня, фактически, уже год и семь месяцев. Так? Представляешь, год и семь месяцев войны. И удары ракетами, беспилотниками становятся массовыми. Украина создала такую мощь, хотя бы беспилотник. Помнишь, болтовня про Байрактары, песни про Байрактары, про таких хороших союзников, мусульман-исламистов, турок, про Эрдогана. Эти все. Ой, Байрактар, Байрактар. Где Байрактар? В одном месте. У Азербайджана Байрактар. Вот захватили Нагорный Карабах, они этими Байрактарами. Понимаешь? То есть, казалось бы, болтали про дно, а осталась только болтология в осадке. Ну, Олег Игоревич, а то, что происходит в Крыму по военным аэродромам? А что там происходит? Там ничего не происходит. Для граждан Украины это, понимаешь, как мертвому припарки. Пойми простую вещь, что те, кто живут в Украине, они каждую ночь не спят в Киеве, во Львове, в Житомире, в Риве, ну, везде теперь, везде. И должны быстро собраться, поднять своих детей, пожилых людей и успеть куда-то добежать и спрятаться в каком-то бомбоубежище. Поэтому подбили эти какие-то там самолеты или нефтяные резервуары, или в САКах, или еще где-то. В принципе, десятка миллионов украинцев – это абсолютно по барабану. Если бы было интенсивное, зашло бы 200-300 беспилотников, плюс 50 ракет, и ударили бы по Москве, и она бы загорелась. По Кремлю? Тогда, конечно. Это я понимаю, как у шнура поется «Москва сгорела целиком». Вот это мне понятно вместе с мавзолеем и, так сказать, их там, где они заседают. Не дает же вам покоя этот мавзолей. Вот не дает. Самый главный военно-стратегический объект – это мавзолей. Ты просто не читаешь сакральные книги. Понимаешь, в чем твоя, так сказать, слабость? Надо читать невидимые работы, и тогда ты будешь понимать процессы невидимого мира. Там как раз и написано, что уничтожение этого заведения – это зигура. Понимаешь, он же не просто так. Это гробница сатаны, построенная по чертежам пергамской гробницы. Да, это оккультный объект. Это уже ближе, теплее. Правильно, Вадим. Это оккультный объект с оккультными лежащей мумией. И есть абсолютно много вещей, прописанных для умных людей, не для толпы карнавальной, что уничтожение этого объекта приведет к распаду Москвы. Это четко везде прописано. Поэтому они его так и берегут. Поэтому и такие удары по Украине наносятся. Потому что уничтожение, как я тогда описывал и говорил, что главным достоинством этой революции, гидности так называемой, конечно, пришли кланы, бандиты и прочее опять. Но было уничтожение по всей Украине вот этих стоящих, как они, идолов Ленина и прочей дряни. Это спасает на сегодняшний день Украину от оккупации. И это надо понимать. Если мы не понимаем этой части, если народ ползает как мухи по стеклу, по фекалиям, то так и будут в этих фекалиях жить, как навозные жуки. Поэтому уничтожать надо, фрагментировать столицу империи. Понимаешь, Москва. Пусть Кобзаря читают. Там все написано. Рабы-педнишки, грязь Москвы, варшавские смиття ваши паны. Пусть Кобзаря читают. Поэтому там все уже, Кобзарь наш пророк прописал про это. Поэтому главный удар должен наноситься... Что нам Крым этот, блин? Ну что нам этот Крым? Главный удар должен наноситься по Москве. Надо войти в Белгород, в Курск войти, в Курчатов войти, вот этот мешок забрать, валуйки и так далее. Если хотите воевать. Это один сценарий. Если пришли к выводу, что нет сил воевать, что будут уничтожены все объекты этими российскими ракетами, беспилотниками. Самое тяжелое это же будет, если будут уничтожены теплоэлектростанции. Если будут два удара нанесены, будут уничтожены Киевская гидроэлектростанция и Каховская гидроэлектростанция. Вот же будет самое колоссальное, когда будет уничтожена вся левая часть Киева и Левобережье дальше за Каховкой. Не за Каховкой, прошу прощения, за Каневом. Оговорился за Каневом. Каневская ГЭС. Куда пойдет вода тогда? Если эти две станции, Киевская ГЭС и Каневская ГЭС, будут, они к этому готовятся. И мы знаем, что баллистику уничтожить нельзя. Понимаешь? Плюс еще одна важная вещь. Что произошло с этим торговым кораблем, который подорвался там при входе в Дунай на Минь? Это же означает только одно, что россияне стали задействовать, что у них есть базы подводных аквалангистов по подводке Мин, чтобы взрывать эти торговые суда. Но это же коню, вернее уже я не знаю кому, даже навозным, всяким жукам понятно, но власть же должна про это подумать хотя бы чуть-чуть, если она может, если там мозги есть в голове. То есть мы сейчас приближаемся, идет эскалация войны, потому что Путин понимает, у него времени все меньше, у него же рубль не укрепляется, как стоит доллар под 100, так и стоит. Они уже там продают доллары уже по полной программе, они подняли ставки Центробанка, а ничего не помогает, ничего не помогает. То есть уже до 3, слышишь, было 8 там, а стало 13, уже скоро будет 16 процентов, а все равно падает, все равно рубль падает, потому что уже вдумайся в цифру, что уже более 30 процентов расходной части бюджета идет на войну с Украиной, оборона, представляешь? То есть в 2024 году они уже выйдут на 50 процентов, где-то в феврале, на 50 процентов всей расходной части бюджета, недоходной, а расходной, будет идти на войну с Украиной. Но это на конуне выборов. Выбор Кутина в марте 2024. Они сдохнут, он не может, ему надо что-то делать, понимаешь? Он видит, что так он Украину победить на фронте, что не может. Значит, он должен ее уничтожить, народно-хозяйственный. То, что сказал этот самый, как он называется, как его, Дуда. Ой, Дуда в последнее время много чего рассказал, наговорил, но мы поговорим об этом. Главное, что он сравнил Украину с Потопельником. То есть он еще в более противной, жесткой, мерзкой форме заявил то, что Орбан заявлял, что Украина уже не субъект международных отношений. И что если нет Штатов, Украины тоже нет. А куда же Олег Игоревич подевались вот эти все крепкие и мужские объятия из Ленского и Дуда? Ну, так... Вот эта мимимишность, вот, все так... Это обсуждано. Смотрели, наблюдали за этим, так мило, так хорошо. Подружба и табачок в росте. Сорок стакан нефтики для СЭБы. Своя рубашка ближе к телу. Понимаешь? Когда касается дела национальных, самых таких кровных интересов, денег, по деньгам узнаете, понимаешь? Самое главное, как хочешь узнать человека, раздели с ним первые заработанные деньги. Все. Сразу все будет понятно. Так вот, смотри, что это для нас сейчас означают эти тяжелейшие обстрелы? Они означают одно, что кремлевская бригада этих кровопийцев, ну, это вампиры, это однозначно, разбойники, она приняла решение уничтожить народно-хозяйственный комплекс Украины. Прежде всего, города. Чтобы города стали обездвижить, надо уничтожить энергетику и электрические все объекты. И уничтожить мосты, железные, ну, туннели, железные дороги, вокзалы. И там, где идет, так сказать, основные узлы железнодорожно-развязки железной дороги и соответствующих автомобильных дорог. Все. Вот к этому они сейчас приступили. У них прекрасно работает на уровне Мишустина и Белоусова. У них есть так называемая стратегическая команда, работающая со штучным интеллектом. Олег Григорьевич, вы говорите о тех планах, которые будет по всей вероятности, по вашему мнению, противника осуществлять. А почему он это не сделал прошлую осенью, прошлой зимой? Что помешало? Ну, это огромные затраты. Они считали, ты же помнишь, за три дня взять Киев, помнишь, да? Потом они считали, что они смогут. То есть, в чем проблема? Это переход. Им очень тяжело далась мобилизация, даже ограниченная. Они не рассчитали, что их система, то есть, их система не может выдерживать больших нагрузок. Она уже перегружена. Она уже, как бы, не просто дает сбои, она разламывается во многих местах. Они не могут пойти даже сейчас на дополнительную мобилизацию, как тогда сделали. Уже нет Вагнера. То есть, нет уже такой структуры. Кстати, знаешь, кто создал, кто был главным методологом? Это Сергей Израилевич Киренко, который... Зам председателя или руководителя администрации президента. Администрации, да. Который, собственно, его проект это Путин. Он его вывел на поверхность, когда он был премьер-министром у Ельцина. Он его сделал председателем ФСБ. А, то есть, Кириенко, по сути, Путина и породил, да? Ну, да, вывел из небытия. Да, по сути, породил, сделал его реинкарнацию после полного провала всего. Его... Он же уже был все, он демобилизованный был. Он был отчислен из КГБ после провала вот в Ленинграде с этим Собчаком. Понимаешь? И после этого его нашли и поднимали именно Кириенко и его группа. Сергей Израилевич Кириенко по папе. Вот. Именно он продвигал его и представлял на должность председателя ФСБ. Понимаю? Гендиректора или как он там назывался? Или директор ФСБ. Ну, неважно. В тот период. Именно тогда накачали Ельцина и через его дочку, жену и так далее, и так далее, всех этих Березовского и прочих рассказали, что ну просто супер Путин под это подходит. И тогда пошел его рост, 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 рост. И в 2000-м он, как известно, уже Ельцин отказался в его пользу. Вот и все. Поэтому Кириенко придумал Вагнера и нашли Пригожина под это дело. Но больше такого Пригожина, Уткина и прочих уже нет. И на Жешеве, на Варшаву скорее всего никто и не пойдет. То, что прогнозировали в Иране несколько месяцев тому назад. Почему? Наоборот. Есть же Суровикин. Чи не может преодолеть вот эти линии защиты. Кто их сделал в Запорожье? Кто их построил так грамотно, прямо скажем? Суровикин создал это все. Он создал. Он отработал. Он тогда предложил, хотя ему это очень дорого стоило, отойти на левый берег Днепра. Он тогда все провел эту операцию. Он выстроил все эти линии сооружений, 4-5 линий на Запорожской области. Он разработчик плана прорываться по Бахмату, Солидару туда. Просто конечно то, Сирский встал и не дал это сделать. То есть провал там произошел. Плана Суровикина и кто за ним стоял. Бахмут оказался самым главным процессом. И сейчас Бахмут главный по прорыву. То есть все было рассчитано. И сегодня где Суровикин появился? В Алжире. Правильно? Куда 9000 зашло молодых здоровых так сказать представителей Северной Африки их беженцами назвала Урсула фон Дерляйнс премьер-министром Италии на итальянский остров небольшой базу бывшую берберийских пиратов Лампендуза или как там она называется? Вот Лампендуза. Понимаешь? И это что не Вагнер? Это чистый Вагнер. То есть фактически все подготовлено. То есть удар наносится по меридиану. Смотри март месяц выборы у Путина. То есть у него как бы дилемма или Украину добить но фронт не может прорвать значит надо уничтожить субъектность экономику действует но помнишь к сожалению Гончарук тогда первый премьер-министр он же сказал про Зеленского что Зеленский в экономике понимает как этот самый баран в апельсинах правильно? Как были эти обнародованные записи их же можно посмотреть то есть знаний у политэкономии финансов у Зеленского его окружение добавилось? Нет к сожалению не добавилось потому что я как преподаватель завкафедры замдиректором там сорок сколько с 1983 года я этим занимаюсь это вообще скоро уже сколько там почти 50 лет то есть я могу тебе сказать через меня прошли десятки тысяч разных людей которых я учил так вот я тебе четко могу сказать если как говорится кто там господин Печкин ты его учи не учи блин его научить политэкономии финансам и прочим вещам невозможно невозможно поэтому мы видим что к сожалению нынешний режим в Украине политэкономии финансов и все остальное геополитика революционной системой войн он этим не владеет этими знаниями теории и практики а раз они этим не владеют они не понимают что если уничтожить народно-хозяйственный комплекс Украины то тогда все остальное тоже рухнет но если армии не будет то тоже рухнет то есть тут двоякая система должна быть понимаешь поэтому врага победить если вы хотите воевать вам надо перейти на его территорию если вы не в состоянии это сделать или Вашингтонский обком вам не дает это сделать и лондонский тогда и Бельгийский этот как он Брюссель не дает ЕС и Германия Берлин значит тогда подписывайтесь с ними временное соглашение прекращения огня но нельзя быть немножко беременными нельзя делать сразу на шпагате одно и другое но нельзя надо делать или одно или другое так сдох режим Кучмы Кучма все время сидел на шпагате я же знаю я же был дважды советником политика многовекторности как-то так первый раз как говорится по ну как бы по любви потому что идеал выстроили а второй раз просто так сказать понадеялись что так что он вылечился а оказалось что Горбатова может только могила в 99 году была угроза Симоненко была да технология ну ладно не будем уже постоянно возвращаться к истокам тема надо или вы то есть уже Путин определился он не может пробить они Купянск не могут взять там их уже столько перебили и не возьмут они его понимаешь значит они определились что раз на фронте не можем пробиться значит надо уничтожить города надо уничтожить то что мы с тобой говорим объекты у них есть такая мощь да есть к сожалению есть им помогает Китай то есть они создали блок сатанинской оси Китай коммунистическо с диктатором этим коммунистическо бандитский триадный который приезжал во Владивосток и там с Путиным расхаживал по космодрому смотри куда поехал сейчас Шойгу Иран поехал правильно Турция на их стороне Азербайджан уничтожает Армению на их стороне то есть они создали уже целые плюс мягкие союзники такие как Бразилия Южная Африка Саудовская Аравия Мексика где Преображенский полк принимал участие сейчас в параде в Мехико представляешь то есть вся Латинская Америка за исключением Чили на стороне Путина Африку они целый пояс создали на своей стороне уже и они уже как эти как знаешь как семечки лузгают ставят своих диктаторов у власти Габон последний то есть они создают систему теперь надо только определить что надо делать Украине исходя из последних заявлений Дуды и Польши то что она вытворяет ну к сожалению Венгрия тоже жаль Словакию упустили это конечно колоссальная ошибка и недоработка и МИДа и офиса президента Ермака и так далее надо ее немедленно возвращать в союзники в этом плане надо то есть что они определили все что Украина как бы является уже потопельником что Украина утопленник представляешь формулировать который тянет нас за собой вот примерно об этом говорил Дуда с трибуны Генассамблеи примерно ты так и правильно можно посмотреть польский язык доступно его выступление легко понятен что он говорит это прямые его слова страшные то есть они уже Украине вынесли приговор ну тогда ребята вы измените свою систему то есть вы что будете делать Зеленский говорит мы изменим ООН ну Владимир дорогой ты наш ну к нашему ты ляти да вовка сгисты ООН он будет менять ну какое ООН какое тут уже тут уже министр иностранных дел Германии Аналена Бербок ответила Зеленскому сказала о том что Германия не поддерживает предложение Зеленского о лишении России права вета в субьбезе ООН то есть не надо лезть туда куда где не твоя весовая категория занимайся вопросами которые на которые ты можешь повлиять повлиять можно и сегодня Украина это может сделать войти в российские города может да может может как бы там ни было растет объем производства дронов ракет всего есть бригады хорошо подготовленные даже не западным оружием туда можно зайти тот же Белгород тот же Курск и так далее в те же Валуйки и прочее можно зайти можно как раз к зиме войти в города это просто Путин с ума просто сойдет он просто сойдет с ума режим начнет рушиться понимаешь 16 марта 2024 года накануне выборов разбомбить мавзолей как вам раньше надо раньше ну куда вы накануне надо чтобы он просто это надо сделать уже сейчас перед Новым Годом перед Рождеством Христовым надо это делать вот когда надо делать то есть сегодня надо 7 октября день рождения Путина очень хорошо прекрасный день как раз была советская конституция 7 октября когда-то принято вот на эти дни надо и бомбить надо переключиться с Крыма полностью на Москву полностью Крым вообще не интересен Крым нужно будет Крым Крым и так без воды одно маленькое землетрясение или еще какая-то погода и Крым Крымом будет вообще там как вот сейчас во Флориде у этого Десантиса полный абзац понимаешь поэтому не надо про Крым думать а вот если Москву бомбить каждый день да-да-да тогда конечно и все время крутить песню Шнура Москва сгорела целиком вот под этот аккомпанемент чтобы это все летело 100 дронов 50 ракет 200-300 дронов каждые сутки 24 часа в сутки партиями туда-туда-туда и Собянин сойдет с ума где атакамса Олег Игоревич где атакамса вот будет встречаться Зеленский с Байденом говорят о том что Байден объявит очередной транш военной помощи для украинской армии на сумму в 325 кажется миллионов долларов но в этом пакете атакамсов не будет Зеленский утверждает что уже переговоры на финишной прямой но сколько они уже месяцев на финишной прямой я же тебе помнишь мы с тобой говорили надо всегда смотреть что народ говорит народная мудрость народ устами Бог говорит устами народа я к бедному жены так и нич коротка понимаешь как говорится не дадут они не дадут почему они не дадут потому что вообще не дадут вообще не дадут вообще не дадут они понимают что эти ракеты приведут к уничтожению всех баз Российской Федерации. Они понимают, что будет полностью вся логистика московитов уничтожена. И Путин им сказал, и так же, как F-16 не дадут, Путин им сказал, что я тогда нанесу удары по вам. Понимаешь? Не своими руками нанесет. Тоже или Северной Кореи нанесет удар, или Кубой нанесет удар. То есть кем-то нанесет удар. То есть Путин что-то такое сказал и Байдену, и Брюсселю, и Шольцу, и Макрону. Смотри, Макрона вообще не слышим, правда? Франция в последнее время вообще никакого оружия. Франция в лице Макрона торжественно и почтительно принимает его величество короля Карла Третьего. Парижа. Смотри, Великобритания стала значительно меньше давать. Как Уоллес ушел, Джонсон, потом Уоллес, все. Практически почти помощь прекратилась любая. Теперь заявила Варшава, что она не будет давать оружие уже, все. И сказала, что с 1924 года прекращает любую поддержку беженцам, все. А я же предупреждал, что не едьте в Польшу. Говорил, не надо там сосредотачиваться, не накапливайтесь там. Что ни в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии. Нечего вам там делать. То есть есть объективные реальности, которые нельзя изменить. Но для этого надо ум иметь, понимаешь? А если, как говорится, у Мишка там, как говорится, как у зайчишки, так ну что делать? Вот, понимаешь, как тот говорил, как это поет там, это Зоя у него, у Шнура там. Говорит, экономика, как этот самый, как же она говорит, так, чтобы неплохое слово сказать, как крендель у гномика, понимаешь? Как сельдерей у гномика. Вот вся экономика. Так и здесь. А если у Мишка, как сельдерей у гномика, тогда что делать? Вот. И получается что? Получаются в результате пляски навозных жуков на верхушке пирамиды. Соответствующими последствиями для всех, фекальными. Поэтому надо принимать решение. Польша хочет, смотри, что еще важно для нас Дуда заявил. Вот уже если так дальше пойти, то есть мы с тобой вот этот блок весь разобрали. Что он заявил? То есть, с одной стороны, он опустил Зеленского, Украину, вообще, по полной программе. Хуже, чем Орбан, чем Венгрия. И Моровецкий то же самое, и Тулус. На поляке на ассамблее ООН они и не встретились, хотя ранее встречу Зеленского и Дуды анонсировали. Но Дуда отказался. Дуда отказался, он сказал, что он очень занят, понимаешь? То есть он практически просто... Отворот-поворот получается. Ну, не будем, как бы, есть, можно по-другому сказать, характеристика. Говорит, есть у вас славянские шкафы, нету. А, говорит, остались только унитазы. Вот, может, на что-то я сгожу. Да, сгодишься, если ты рот откроешь. Вот он так поступил. Поэтому надо принять соответствующие меры по отношению к Польше. Однозначно, это нельзя спускать. Это тяжелейшее унижение, оскорбление, и должны быть соответствующие приняты меры по этому поводу. Далее, однозначно надо... Что мы уже можем говорить? Что сказал Дуда? Он сказал, что российский империалист должен быть уничтожен. И вот это должна делать Украина. Он уже определил, что должна делать Украина. То есть Украина должна захлебываться кровью и делать все возможное, чтобы Польша процветала. Тогда, наверное, что должна сделать геополитическая страна, которая не хочет? То есть, которая посадили в огненный мешок, по сути. Что она должна сделать? Она должна выскользнуть с этого мешка. Как надо это сделать? То, что Путин сказал. И есть куча желающих, начиная с Папы Римского, и того же Лулу, и Ромофоса, и всех других, и Эрдогана этого. Давайте подпишем соглашение о временном прекращении огня. Вот возьмем всех этих президентов во главе с Папой, миротворцами, и это сделаем. Но с Лулой же встретился Зеленский. Хотя ранее говорили о том, что встреча не состоится, но все же они впервые пообщались. Да, потому что Олег Игоревич сделал на своем YouTube-канале, вжарил это все. А так сказать, кому надо, все это смотрят. Значит, видимо, позвонили Блинкин или кто там, и Луле сказали перед отъездом. Ты, парень, не это не шути. Я надеюсь, что после сегодняшнего эфира наконец-то вжарят по мавзолею. По кому? По мавзолею. По мавзолею. Это была бы просто песня. И надо везде, чтобы играла музыка и песня, Москва сгорела целиком. Это замечательно будет. И тогда они там все будут в Москве подпрыгивать, как на огне распеченном, на углях будут подкрыгивать. У них там будет полный, как Зеленский говорил, шашлыки будут жарить. Вот это будет класс. А что нам саки, саки, пересаки, туда саки, туда псаки. А что нам тот Черноморский флот? А ну его. Ну а толку? Ну реально. Реально. Понимаешь? Если бы 17 кораблей уничтожили, которые с калибрами стоят, да-да. Если бы Крымский мост был бы взорван, я понимаю. Если бы два этих, которые ведут на суши, два моста уничтожили, но этого же ничего не могут сделать. Не могут. Тогда делайте то, что можете. Москву закрыть нельзя. Закрыть аэродромы Домодедова, Внукова, Шереметьева нельзя. Нельзя. Огромные мегаполисы. Сколько там их живет? 12-13. Только там беспилотничками можно покошмарить, чтобы там рейсы постоянно переносились. У нас наши ракеты, наши дроны, нам же все остальное позволяет это сделать. Понимаешь? У нас есть такие умельцы уже, которые это могут сделать. Надо волной за волной, волной за волной. Не выдержит система. Плюс известно, где ПВО стоит. Понимаешь? То есть, если пробить хотя бы один сектор их ПВО, и туда пойдут ракеты и наши дроны, то все. Четыре сбоку Москвы нет. И это надо сделать. Тогда, конечно, все притихнут, те, которые говорят, что Украина потопельник. Тогда у них начнется прояснение в мозгах. В Будапеште, в Варшаве, когда начнется полный обвал Москвы, тогда они начнут примеривать. А если Будапешт? А если Варшава? Тогда никто не будет говорить, что Украина не субъект международных отношений. Но для этого надо Байдену сказать. Слышь, Байден, понимаешь? Мы понимаем, что ты уже такой очень зрелый, живешь 300 лет. И говоришь даже с теми, кто уже ушел на тот свет. И видишь их даже, что они перед тобой сидят. Вот. Но понимаешь, какая ситуация? Мы очень хотим тебе помочь, чтобы ты увидел Ленина. И с ним поговорил. Чтобы он пришел на твою пресс-конференцию. Но для этого нам надо жахнуть по зигурату. Байден, не даешь от Амса, давай тогда жахнем чем-нибудь другим. Вот и все. Именно это сегодня Зеленский заявит Байдену. Ну, надо его как-то пробить. Понимаешь? Он все время же спит. Он во Вьетнаме что говорил? Говорит, я хочу спать. Дайте мне где-то тут прилечь. В этом самом Ханои. Понимаешь? Возле мумии Хошимина, говорит, хочу полежать. Там есть мумия Хошимина. Понимаешь? Все хотят возле мумии полежать. Этот самый ходит каждую ночь. Путин к этому полежать. К мумии Ульянова Бланка. Поцелуется там. И сразу энергии ему добавляется. Ему что-то хочется сделать хорошее. Но он сейчас хочет что-то сделать. Ленин ему говорит, что часто ездил в Польшу. Говорит, поедь в Польшу. И к финнам бегал. Да. Ну, да, кстати. К финнам тоже. В Финляндии там лежал же где-то недалеко. В разливе. С этим Каменевым или Зиновьем. В шалаше ноги торчали вместе. То есть они хотят что-то хорошее сделать. Ленин говорит, давай иди уже туда. Петр говорит, что ты бляха сидишь. Тут все заделался на южном фланге. Иди туда. Там бей окно. Возвращай эту Лифляндию, Курляндию и прочих там этих самых шведов. Понимаешь? Надо помочь. Надо отодвинуться. Нам надо просто отодвинуться и сказать, товарищ Дуда, теперь настала твоя очередь бороться с российским империализмом. Передаем тебе эту эстафетную палочку, да? Да. Надо Зеленск сказать, мы уже бегали-бегали с этой эстафетной кровавой палочкой. Тебе принесли. Вот тебе, пожалуйста. Ты говоришь, что мы потопельники. На тебе палочку. Бери палочку. Вставляй себе куда надо. Будь спасателем Малибу. И вперед. И вперед. И мы посмотрим, как у тебя это получится. Так что, а мы будем тебе обязательно помогать. Будем круг бросать тебе. Будем тебя этим самым багром вытаскивать. Если ты будешь польским потопельником. Вот что надо делать. А не сопли жевать. Вот что надо делать. Понимаешь? Буйных мало. Вот и нет у вожаков. Ну, Олег Ильич, согласитесь, что Генассамблея ООН, вот эта высокая, пафосная, красивая трибуна, она вообще для чего? Ну, ее эффективность какова? Ну, левая. Ну, сопли пожевать. Ты не прав. Это ритуал. Это высший ритуал. Это трибуна, где совершаются ритуалы. И если ты не в состоянии, и там же осуществляются ритуалы по уничтожению противника. Где Эрдоган сказал про захват Нагорного Карабаха, и что полностью поддерживает этого Алиева и Азербайджан. И что это часть. Там, с трибуны, это называются соответствующие ритуальные мероприятия. Это как шаманы танцуют. Понимаешь? Поэтому, смотри, как, что Зеленский, вне сомнения, ну, там, где он выступал на этой ассамблее, то такое дело. Но когда на Совете Безопасности он выступал, то там получилось очень мощное, фактически, по мордасам били этого, Небезю. Помнишь? Когда он... Да, там у него, по-моему, штаны уже трескались на нем. А, да. Небезю надо, и теперь этот Путин его, видимо, будет с него шашлык делать, когда зигурат будут бомбить. Он Небезю туда положит сверху. То есть Небезя не смог защититься. А Деловров был, кстати, в это время. Понимаешь? Который, кстати, встречался с этим, с Ван И, министром иностранных дел Китая, который прилетел в Москву, а до этого встречался на Мальте, с Салливаном. Тоже, кстати, интересный эпизод. Смотри. То есть получается, что вот этот премьер Албании, он прекрасно с Зеленским они сыграли. Просто, знаешь, такую распасовочку, как в футболе. Пинг-понг такой Небези сделали по лбу. И это получилось очень серьезно. Кто же там говорил Зеленский про эту какую-то там реконструкцию Совета безопасности, это, конечно, мертвому при парке. Не пришей кобыль и хвост, это никто делать не будет. Но то, что Путина там макнули на Совете безопасности, так это хорошо носом, фейсом аптейбл, это 100%. Путин, конечно, это не забудет и сейчас обязательно начнет делать соответствующую расплату для Зеленского, для Украины и так далее. Сегодняшняя ночь это как бы прелюдия. Понимаешь? Это там злость аж бьет ключом. Но это гнев этот, ярость. Сегодня, кстати, 21 сентября отмечается на планете Международный день мира. Да, но сегодня по юлианскому календарю 2023 год от Рождества Христова, как мы живем. Сегодня день Рождества Девы Марии, Царицы Небесной Богородицы. Понимаешь? Поэтому такой день непростой, конечно. Поэтому, естественно, что сегодня надо переосмыслить вот эти последние удары по городам Украины, по предприятиям, по энергетике, по всему, они должны в конце концов привести к одному. То есть надо принять решение. Смотри, на фронте пробить не можем, но не можем. Бог даст, может зайдут в Донецк где-то к ноябрю и так далее, может еще что-то пробьют под Бахмутом, может на Токмак зайдут, не знаем. Но это максимум. Максимум. То есть если двигаться в данной парадигме, это максимальный результат. Большего достичь уже нельзя, это понятно. Нет возможностей для этого. Нет объективных и субъективных. Значит, надо действовать как парадоксально, так как враг не ждет. Надо найти слабое звено. Это два варианта, еще раз говорю. Первый вариант. Немедленная отмена военного положения, выборы в ноябре. Перед этим принимаем решение на этой сессии Верховного Совета, что переходим к парламентской республике, президента избираем парламентским путем. Зеленский последний президент. Вот это радикально. Ну а что? Это самый классный вариант. Его надо делать. Потому что уже заколебали эти верховные правители, гетьманы, диктаторы и прочие, так сказать, Эрдогана Путины. Вместе с этими, со справками, агентами КГБ по кличке Валет в Белоруссии. Понимаешь? Уже это нельзя выдержать все. Это один вариант. И параллельно тогда в Совии, например, садятся Шмигаль и этот самый Мытарих, премьер-министр. Мишустин. Вот. И подписывают временное соглашение при Папе Римском и всех остальных как свидетели с их подписями и так далее. Печаль. Дуря посадить, да, надо обязательно Дуду. Да нет, зачем нам Дуда? Дуда нам как раз не нужен. Нам надо Папа Римский. Нам надо президент Бразилии, Южной Африки обязательно. То есть, вот Саудовец может быть. То есть, надо выбрать. А Дуда нам не нужен. Зачем нам Дуда? Нафига нам этот Си? Вилье Палащи. Которому Путин летит в следующем месяце? Шел он в одно место. Почти один Путин. Премьер-министр Японии может быть. Южной Кореи может быть. То есть, надо выбрать ну, американцы, там, Великобритания, чтобы король приехал. Это тоже классно было бы. Их подписи. Вот вам и гарантии. И подписать соглашение о прекращении огня. Без признания аннексии территорий. Аннексированных. Все. и развязать товарищу Путину руки, чтобы он пришел к товарищу Дуде. Так, Олег Игоревич, вот сейчас, я думаю, что у многих может возникнуть вопрос. Так, может, надо было там, где, в Стамбуле или в Гомеле договориться? Ну, тогда же была другая ситуация. Тогда же было обещано совсем другое Западом. Зеленскому. Когда-то это будет опубликовано. Когда отстояли Киев, вот это народное ополчение отстояло. Чернигов, Киев, Сумы. Это ж народ отстоял. Украинская нация отстояла. И власть отстояла. Власть была, так сказать, в полном обломе. Харьков отстояли. Понимаешь? Это все сделали люди. Простые люди. Потом у людей забрали инициативу, все то, что они сделали. И власть сказала, мы будем этим процессом руководить. Но Зеленскому было и власти было очень много с Западом обещано. И обманули. Обманули. Понимаешь? Поэтому сейчас, когда думали, что вот этот период, ну, в Стамбуле можно было, конечно, ну, кто же тогда понимал, что можно на это идти. Когда Киев освободили, пошла, когда классно все получалось, и Харьков, и потом это, в октябре это взяли, сентябрь, октябрь, Херсон и прочее. И думалось, что дадут новое. Понимаешь? Но Соскин Олегович все это говорил, что будет. Все можно поднять. То, что сказал Олегович, прописал, все так и случилось. Ни хрена не сделали, что я говорил. Никакого сельдерея тогда не выпустили с кронштейном. И получили. Поэтому сейчас надо, не будем уже говорить про то, что было. Его уже нет. Уже это все сослагательные наклонения. Надо говорить про нынешнюю ситуацию. Нынешняя ситуация очень простая после Нью-Йорка. После Дуды заявлений всех Польши и так далее. Все. Есть двоякий вариант. Поскольку фронт пробить нельзя. Ну нельзя. Реально нельзя. Выйти на Крым нельзя. Там идет тяжелейший обмен ударами. Понимаешь? Армию мы потерять не можем эту. Уже же заявлено, что 80% тех, кто воюет сегодня, это ребята воины, которые вообще были мирными гражданскими людьми и никогда не имели никакого армейского опыта. Это кто-то из парламентского комитета военного по вопросам обороны сказал. Да. Ну это правда. И вчера же заявлено было, что количество инвалидов в Украине увеличилось за полтора года на 300 тысяч. Официально заявлено. Это же все понятно. Понимаешь? То есть цена вопроса ясна и понятна. Поэтому давайте определяться. У вас есть два варианта. Путин определился, что он будет делать. Он должен уничтожить весь народно-хозяйственный политэкономический комплекс Украин. Все. Уже четко наконец заявили, что уже государственный долг совокупной Украины уже идет к 140 миллиардам долларов. Это будет 130 процентов ВВП. Ну нету уже бюджета. Нет бюджета, нет доходов. Нифига нет. Вообще ничего нет. Поэтому ребята определитесь. Или вы заходите во вражеские города, на вражескую территорию. Это можно сделать. Эти наши бригады зайдут. Без проблем. Я не вижу там. А куда же подевались эти Легион, Свобода России, потом еще этот добровольческий и освободительный корпус. Что-то мы о них вообще ничего не слышим в последнее время. Они не такие большие. Но бригады могут зайти. И эти корпуса тоже они достаточно мобильны. И они тоже будут играть роль тарана. Они есть. Они никуда не пропали. И есть другие подразделения национальные, которые с удовольствием в эти города зайдут. Но тогда определитесь, что вы это делаете. И тогда, конечно, все силы, ракеты, дроны, которые у нас есть, и надо их производство увеличивать, свое, и наносить удары по Москве. Сосредоточиться на Москве. Да. Тогда вот такая стратегия. Вот такая стратегия. В общем, Олег Игоревич, пора наконец-то определиться. Правильно, да. Сказала старая это самое и села на карандаш. Надо определиться. А то, как в той песне, слева горы, справа гора, вдали Кавказ, там армяне зажигали свой народный джаз, как-то так. Вот или так, или так. А если идем на перемирие, тогда отходим с огневой позиции и передаем эту кровавую эстафету товарищу Дуде. И говорим, покажи нам, пожалуйста, как ты будешь делать. Тогда возникает для Путина такая неувязочка и как бы целеполагание. Мы же с тобой говорим, правильно, в марте выборы. И мы победим красавцам, как говорится, белым, типа на коне каком-то, да, победить. Венедиктова с Эхо Москвы там его пророчат в кандидаты в спаррин-партнеры для Путина. Ну, это неважно, кого они найдут. Говорит, мы его нашли, там он лежал где-то, так сказать. Ну, неважно, да. Пил Портвейн шмурдяк с трехрублевыми женщинами низкой социальной ответственности. Это неважно. Важно другое. Тогда Путин четко должен понимать, с чем он идет на выборы. И тогда возникает очень интересная вещь. Он превращается в Алиева. Ему надо соединить Калининград с материковой частью. Плюс ему это соединение решает очень важный вопрос по Беларуси. Тогда уже сколько бы ни крутился на сковородке на сковородке в Юном, так сказать, Лукашенко, он уже никуда не денется, если он становится частью органической, логистической, стратегической модели соединения Калининграда с материковой Россией. Понимаешь? То есть практически происходит единое пространство будет геополитически и экономически сформировано. И для Путина, конечно, проход по Сувалковскому коридору, возвращение Эстонии, Латвии, Литвы, это просто апофеоз. Это просто апофеоз. Тогда, конечно, все скажут, конечно, только Путин наш рулевой. Все. А мы себе что делаем? Зализываем раны, внутреннюю делаем реинкарнацию, трансформацию и прочее, прочее. Мы же не говорим, что мы превращаемся в пацифистов. Ни в коем случае. Но если у тебя в армии уже под 90% те, которые вообще никогда автомат и пистолет не держали, то ты не можешь воевать с монстром этим. Тебе надо сделать нормальную сильную армию. Вот вопрос. Видишь, правда? Правда, дорогой мой. Спасибо, спасибо. На здоровье. Вот такой вариант. И этот вариант надо принимать немедленно, сейчас уже. Или такой, или такой. Или, или. Но пора определяться. Повторим то, о чем вы сказали обычно. Ну что же, Олег Игоревич, будем закругляться, будем завершать. Огромное вам спасибо за этот эфир. Олег Соскин, политический, экономический эксперт, аналитик, был сегодня вместе с нами на Политеке. Кстати, призываю всех подписаться на авторский YouTube-канал Олега Соскина в YouTube. И спасибо всем нашим зрителям, слушателям, подписчикам. До новых встреч. Берегите себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok